Либо-либо Спасибо, что вы с нами. Либо-либо – это студия подкастов, и у большей части наших эпизодов нет видео. Но мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о нас. Поэтому решили все равно публиковать выпуски на Ютубе. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду, подпишитесь на наш Ютуб-канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо! Я работал в небольшой компании, которая занималась выступлениями на корпоративах с файер-шоу и пиротехническим шоу. И на одном из выступлений таких у меня в руках взорвались два пиротехнических фонтана. Это Константин Дебликов. Ему 32 года, и он живет в Воронеже. Это было в 2014 году. Я остался без рук, и так, собственно, мой интерес к теме бионического протезирования и возник. Бионическими называют протезы, которые управляются с помощью микропроцессора. Он считывает сигналы человеческих мышц. О том, как это работает, мы подробно расскажем дальше. После он преобразует их в команды для искусственной руки или ноги. Такие протезы могут по требованию хозяина подниматься, опускаться, поворачиваться, сжимать и разжимать пальцы. И вообще выглядят очень впечатляющим. Константин пользуется бионическими протезами кистей рук уже 10 лет. А еще он ведет на ютубе блог «Бионическая Россия». Ссылку мы обязательно прикрепим в описании выпуска. В нем он рассказывает о своей жизни с искусственными руками и о научных разработках в сфере протезирования. И часто называет себя киборгом. Конечно же, на самом деле я не являюсь киборгом, потому что киборг – это когда в человека непосредственно что-то вживлено технологичное, какая-то электроника, когда ты находишься в симбиозе с этим. У меня же протезы легко снимаются и легко надеваются, они мне ничего не вживили. Но слово «киборг» – оно для того, чтобы позиционировать себя в интернете сразу с определенной стороны. То есть мы можем назвать одного и того же человека как безруким, инвалидом, а можем назвать его киборгом и пользователем пионических протезов рук. На протяжении всей истории человечество пыталось сделать протезы конечностей максимально удобными и функциональными. Сначала это были просто крюки вместо рук и палки вместо ног. Потом стали конструировать искусственные руки и ноги, которые управлялись с помощью мышечной силы. Она приводила в действие систему из ремней пружины шарниров. Такие ноги сгибались при ходьбе, а руки могли опускаться, подниматься и даже сжимать кулаки. Но полностью повторить функционал утраченной конечности они не могли. И особенно это касалось кистей рук. Потому что строение кистей очень сложное, и они выполняют множество манипуляций. На этом фоне современные бионические протезы кистей, которые сжимают и разжимают пальцы, подбирают и перемещают мелкие предметы, а еще показывают жесты, выглядят, ну, очень впечатляюще. А уж если их у человека целых два, как у Константина, это настоящее чудо. Впрочем, оказывается, у такого чуда есть свои ограничения. Вот у меня сейчас появился протез. Последние там сколько-полтора, наверное, года я с ним уже живу. Это протез в виде такой клешни. Он тоже пианический, он тоже работает от напряжения мышц, но у него не пальцы, а сжимающиеся клешни. И он прям очень удобный. Он вот идеально сконструирован с точки зрения какого-то вот такого взаимодействия с мелкими предметами, то есть монеты, упавшие банковские карты. Я там при помощи этого протеза могу, например, выдернуть там волос себе там из носа или из брови, например. Или там удержать что-то мелкое, как иголка, например, но удержать надежно и крепко. Это круто, потому что ни один протез с пальцами такого не предоставляет. Вообще у меня большая там давняя история насчет того, что я считаю, что протезы с пальцами не нужны на данном этапе, опять же, развития науки и техники, потому что наша попытка сделать руки похожими на руки здоровых людей в итоге делает протезы менее функциональными, чем они могли бы быть. Из новостей мы регулярно узнаем о новых бионических разработках. Сегодня существуют протезы, которые печатают на 3D-принтере. И абсолютно функциональные протезы из деталек лего. Некоторые врачи интегрируют протезы в костную ткань или делают искусственные руки и ноги, которые принимают сигналы не от мышц, а непосредственно от мозга, с помощью интерфейса мозг-компьютер. Еще есть экспериментальные протезы. Они умеют давать обратную связь пользователю, то есть возвращают ему сенсорные ощущения от прикосновений протеза. Давление, вибрацию, температуру и так далее. Или вот последняя громкая новость. Компания Neuralink вживила в мозг человека нейрочип, который отправляет сигналы протезам. Их движения становятся максимально четкими и точными. Но все-таки вряд ли будущее, в котором у каждого человека будет нейроимплант, усиленные киберруки и прочие суперспособности наступят скоро. И в этом выпуске мы объясним почему. Привет! Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и это «Почему мы еще живы» — подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом эпизоде будут мумии-ампутанты, руки-клещи, мышечное электричество, франкенштейн и много надежд на технологии. Сегодня я расскажу вам историю протезирования конечностей. Написала ее Полина Гарцева, а отредактировала Лена Чеснокова. А сейчас партнерская рубрика. Выпуск выходит при поддержке бренда Веледа. Детская кожа требует пристальной заботы и ухода. Она в пять раз тоньше, чем кожа взрослого, и быстрее реагирует на внешние факторы. Веледа выпускает серию питательных средств с календулой, которая разработана для детей с первого года жизни. Календула защищает чувствительную кожу от раздражений, успокаивает, улучшает структуру кожи и способствует образованию согревающего защитного покрова. В серии с календулой есть все, что нужно для заботы о коже малыша. Гель-шампунь, крем для области пеленания, молочко для купания и многое другое. В составе детских средств нет синтетических компонентов – консервантов, красителей и минеральных масел, что подтверждено сертификатом НАТРУ. Купить средства из серии с календулой вы легко узнаете их по желтым флаконам. И другую косметику Веледа можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. А по промокоду «Почему» вы получите скидку 40% на все продукты от Веледы при покупке через приложение или на сайте. Примерно четверо из тысячи младенцев рождаются с недоразвитыми или полностью отсутствующими конечностями. Это может происходить, например, из-за генетических мутаций или тератогенного воздействия, когда развитие эмбриона нарушается из-за разных повреждающих факторов. Помните, в эпизоде про историю доказательной медицины мы рассказывали, как в 50-е годы беременным женщинам массово прописывали препарат «Теледамид» от бессонницы и утренней тошноты. Он не прошел полноценных клинических испытаний, которые бы выявили его действия на плод. И в итоге в мире родилось несколько тысяч детей без рук и ног. Но все же большинство людей, которые живут без конечностей, теряют их в течение жизни в результате ампутации. Подсчитать, сколько именно людей проходит через ампутацию каждый год, сложно. Например, в западных странах количество только высоких ампутаций, то есть ампутаций на уровне бедра или плеча, примерно 200-300 на миллион жителей. Чаще всего к ампутации ведет гангрена, то есть некроз тканей. Она может возникнуть из-за обморожения, инфекции, диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и некоторых видов рака. А еще к ампутациям ведут травмы, когда конечность теряется в результате несчастных случаев или боевых действий, или отсекается после осложнений переломов и ожогов. При этом ампутация – возможно, самая древняя операция, которую научились делать люди. В 2020 году ученые обнаружили на острове Борнео в Индонезии скелет первобытного человека с ампутированными лодыжкой и стопой. Судя по состоянию скелета, пациент после операции прожил еще примерно 6-9 лет, а умер он аж 31 тысячу лет назад. Для сравнения, Северную и Южную Америку люди заселили где-то на 15 тысяч лет позже. Многие методы и принципы, которые применяли при ампутациях уже античные врачи, дожили до современности. Например, греческие и римские хирурги умели накладывать жгуты и пользовались разными инструментами – скальпелями для мягких тканей и пилами для костей. А еще оставляли небольшой запас кожи и мышечной ткани, чтобы прикрыть кость. Но, конечно, античная или средневековая ампутация были гораздо более опасным и жестоким предприятием, чем сейчас. Дело тут не только в отсутствии анестезии. Главным кошмаром древнего врача было кровотечение. Так как конечности пронизаны крупными сосудами, операция эта очень кровавая. Чтобы пациент не умер от кровопотери, приходилось идти на сомнительные с точки зрения медицины действия. Например, пускать кровь пациенту перед операцией, чтобы во время процедуры кровотечения было меньше. Еще один сомнительный прием. Гиппократ советовал при гангрене проводить разрез по мертвым тканям, чтобы избежать кровопотери. Таким образом, был большой риск, что некроз не остановится и пойдет дальше. А еще культю до 16-17 веков сразу после операции было принято прижигать. Например, раскаленным металлом или кипящей смолой. А иногда с помощью химикатов, типа едкой щелочи или позже медного купороса. В целом, метод работал, но у него было много минусов. Культя рисковала превратиться в незаживающую язву, а затем снова в гангрену. Кроме того, образовавшаяся корка часто отходила, провоцируя новые кровотечения. Не говоря уже о том, что прижигание – это просто чудовищно больно. К 12 веку ампутация на время пропала из арсенала европейских профессиональных врачей из-за религии. Церковь не одобряла пролитие крови священниками, а многие врачи имели духовный сан. Так хирургия стала недостойным занятием для людей, которые оканчивали университеты и читали Галена в оригинале. И пока медицинская элита изучала древние тексты, ампутациями и прочими хирургическими операциями занялись цирюльники. Нашли вы мастера, который хорошо стрижет бороду, а он, если что, и зуб вам вырвет, и ногу отрежет. Очень удобно. Конечно, цирюльники этому тоже учились. Просто не на медицинских факультетах, а в ремесленных школах. И даже сдавали экзамен на звание мастера-цирюльника-хирурга. Было оно и у доктора Амбруаза Паре. Кажется, рекордсмена по упоминаниям в нашем подкасте. Помните, мы рассказывали, как Паре провел медицинский эксперимент, в котором доказал, что огнестрельные ранения и прижигания сочетаются плохо. После этого он предложил новый метод остановки кровотечения солдатам. Перевязывание сосудов лигатурами, то есть специальными нитями. Его метод, разумеется, ушел и в гражданскую хирургию. Вообще, чем больше пушек, бомб и мин оказывалось на полях сражений, тем больше становилось людей бесконечностей. Поэтому подвижки в ампутации и протезировании часто связаны с войной. В выпуске про полевую хирургию мы уже рассказывали вам о Николае Пирогове. И сейчас вспомним его снова. Потому что одно из самых замечательных его открытий связано именно с ампутациями. Представим, что солдату оторвало стопу. Теперь ему необходима ампутация, в которой не обойтись без усечения голени. Нога в таком случае сильно укорачивается, и на кости голени при ходьбе с протезом будет приходиться нагрузка, на которую они вообще-то не рассчитаны. В норме эту нагрузку несет пяточная кость. Пирогов придумал следующее. Он не просто срезал ногу на уровне голени. Сначала он удалял поврежденный фрагмент стопы и голеностопный сустав. При этом оставлял мягкие ткани задней поверхности голени. Ахиллово сухожилие, нервный пучок и кожный лоскут. А еще фрагмент пяточной кости, который держался на этих тканях. Потом спил костей голени, хирург закрывал этим самым фрагментом пяточной кости. И только потом зашивал культю и накладывал гипс. Когда его снимали, пациент оставался с чем-то вроде копытца. Так культя становилась длиннее и устойчивее, и человек мог на нее опираться. То, что сломанные кости срастаются, человечество знало давно. Но Пирогов пошел дальше. Он срастил части костей, которые в норме вообще не соприкасаются. Этот метод он назвал остеопластикой или костной пластикой. Сегодня остеопластика позволяет буквально пересобирать поврежденные конечности. Например, если из-за травмы человек потерял несколько костей стопы, можно восстановить их, имплантировав ногу кусочек ребра. Все эти открытия, плюс изобретение анестезии, сделали операции по ампутации обычным делом. Немецкое пособие для врачей начала 20 века описывает подход к ним так. Где мягко – режь, где кость – пили, где брызнула кровь – перевяжи сосуды. Кажется, ну что может быть проще? При этом даже в наши дни это очень сложная процедура со множеством рисков. Послеоперационная летальность может доходить до 50 и выше процентов. Например, когда пожилому пациенту со ослабленным организмом ампутируют большую часть конечности. И обычно худшее происходит не потому, что врачи не умеют оперировать. Тут есть несколько факторов. Во-первых, потери конечностей – это колоссальный стресс для всего организма. Возможных осложнений тут очень много. Например, после операции может снизиться иммунитет и начаться воспаление культи. А еще в результате перераспределения нагрузки на скелет, который провоцирует отсутствие одной или нескольких конечностей, может случиться деформация позвоночника или артроз. Во-вторых, ампутация – это крайняя мера, которую предлагают только при очень тяжелых состояниях. Например, при патологиях сосудов конечностей, когда гангрена развивается из-за тромбоза. Но само по себе образование тромбов – это уже показатель того, что сердечно-сосудистая система человека в опасности. В таком случае ампутация хоть и избавит от гангрены, но не спасет жизнь. И главной причиной смерти станут не последствия отсечения конечности, а первоначальное заболевание, с которым организм не в состоянии справиться. Но пережить ампутацию – это полдела. Потом человеку надо как-то научиться с ней жить. И в этом как раз помогают протезы. Поэтому хирурги должны заботиться о том, чтобы культя после ампутации получилась функциональной. Другими словами, такой, чтобы быть максимально удобной для протезирования. Любопытно, что при этом интересы хирурга и протезиста иногда не совпадают. Вот как об этом рассказывает Антон Круглов, врач-ортопед-протезист, который работает с бионическими руками. Дело все в том, что хирурги сейчас действуют по принципу органосбережения. То есть, их задача – сохранить как можно больше костной ткани для потенциального продолжения реабилитации хирургической. И поэтому они не стремятся особенно много отпиливать, если говорить совсем грубо. Но при этом сложность заключается в том, что если сохранить, например, нефункциональную кисть, нашим терминальным устройством можно считать в кавычках – кисть, которая прикрепляется к предплечью за счёт лучезапясного сустава. В общем-то, вся рука делится принципиально на два разных отдела – это кисть и система рычагов, которые позиционируют эту кисть в пространстве. То есть, наша рука – это манипулятор плюс кисть. Так вот, если хирурги оставляют достаточно длинный фрагмент кисти с деформированными пальцами или деформированными культами пальцев, которые перестали двигаться, которые не чувствуют проблемы с чувствительностью, с кожей, но при этом они не ампутировали кисть, потому что руководствовались принципами органозабережения, то вот на такую культу разместить искусственную кисть будет невозможно. Потому что не поставишь кисть на кисть, правильно? Это будет здоровенно такая некрасивая конструкция. И тогда нам нужно частично ампутацию кисти протезировать за счёт искусственных пальцев. Но и искусственные пальцы, они имеют определённую длину. Не поставишь искусственный палец, электрический, на культу пальца, потому что, опять же, это будет громоздкая некрасивая конструкция. И отсюда вытекает сложность протезирования людей с частичными ампутациями кисти. У протезистов, в принципе, мы должны работать с тем, что есть. У нас есть огромный арсенал разных технических решений, разных материалов. Мы должны уметь смягчать ударную нагрузку на культе. Если она болезненная, мы должны её как-то перераспределять. И тут самое время перейти от истории ампутации к истории непосредственно протезов. Протезы человечество придумало позже, чем научилось ампутировать конечности. Но тоже довольно давно. Одни из самых древних в мире образцов нашли у египетских мумий, которым по разным оценкам в районе трёх тысяч лет. Речь о двух больших пальцах ног. Один несгибаемый и сделан из чего-то вроде папье-маше, состоящего из клея, гипса и льна. Второй – из дерева. Он крепился к стопе ремнями и мог двигаться при ходьбе. Искусственные руки и ноги тоже начали делать ещё до нашей эры. Первым пользователем протеза руки, который попал в исторические хроники, был римский военачальник Марк Сергий Сил. Он жил в период Второй Пунической войны. Это конец Третьего века до нашей эры. В одном из сражений с карфагенянами Марк Сергий потерял правую руку. По свидетельству историка Плиния Старшего, он заменил её железным протезом, который использовал в бою, и получил прозвище «ферус», то есть «железный». В Средневековье, благодаря развитию оружейного и часового дела, протезы становились всё навороченнее и функциональнее. Можно было добавлять пружины, кнопки и рычаги. Так что, когда в конце 16 века немецкий народный герой Гёц фон Берлихинген в одной из битв лишился руки, то через некоторое время смог похвастаться супертехнологичным протезом, который для него сделали нюрнбергские оружейники. Это была железная перчатка, которую Берлихинген управлял с помощью системы ремней и пружин. Он мог поднимать и поворачивать кисть и сжимать кулак. Конечно, такие протезы мог позволить себе далеко не каждый. И тогда в дело вступала смекалка. И крюк. Крюк вместо руки был очень распространённой вещью. И не столько на пиратских кораблях, как мы привыкли думать благодаря поп-культуре, сколько среди обычных работяг. Простые люди не могли позволить себе ни технологичную железную перчатку, ни косметические протезы рук. Это такие нефункциональные конечности, которые просто имитируют здоровые. Всё это было и дорого, и бесполезно в повседневной жизни. А вот крюк – другое дело. Ведь он позволял, например, захватывать предметы. Другие рабочие инструменты на место потерянной руки тоже крепили, например, клещи или молоток. Надеваешь на культю деревянную гильзу, крепишь к ней инструмент и готов трудиться. По мере развития технологий протезы совершенствовались в плане удобства и доступности. Появлялись новые материалы вроде пластика и алюминия, которые постепенно заменяли тяжёлые железо и дерево. Искусственные ноги пытались сделать такими, чтобы они позволяли пациенту почти натуральную походку. А ещё создавались упрощённые механические руки. Совершенствованием протезов зачастую занимались сами ампутанты, которые лучше всех понимали, насколько имеющиеся протезы тяжело, а иногда даже больно носить. Мировые войны 20 века были рекордными катализаторами роста числа людей с ампутациями. После Первой мировой, например, конечности потеряли 100 тысяч немцев и англичан. А точной статистике ампутантов в СССР после Великой Отечественной нам найти просто не удалось. Но по некоторым данным это было почти полмиллиона людей. Удивительно, что при этом ничего принципиально нового в протезировании они не привнесли. Протезы выпускались в огромных масштабах, но о технологическом усовершенствовании речи не шло. Вплоть до середины 20 века все протезы управлялись механически. Например, с помощью системы ремней, которые приводили руку в движение за счёт работы мышц спины. Первые бионические разработки начались только в 1950-е. Что такое бионическое устройство? Это устройство, созданное искусственно руками человека, но при этом оно повторяет в той или иной мере функцию аналогичной биологической какой-то части. Если мы пытаемся воссоздать функцию руки или руку механическим устройством, то это будет называться бионическая рука. Просто потому, что это устройство, которое повторяет в определённой степени функцию своего природного биологического аналога. И в этом смысле любой протез, который обладает хватательной функцией, то есть компенсирует утраченную функцию схвата, является бионическим. Это с точки зрения науки. Но с точки зрения жизни и реальности прижилось понятие бионический протез, если мы углубимся в фундаментальную науку, то мы там понятия бионического протезирования не встретим. Мы встретим более локальные и конкретные термины биоэлектрическое протезирование, например. Что будет означать протезирование с использованием устройств, которые управляются биологическими сигналами, биоэлектрическими сигналами. То есть мышца, сокращаясь в культе, генерирует электрический импульс. Этот импульс считывается в основном на кожными датчиками, расположенными внутри протеза. Это интерпретируется протезом как определенный управляющий сигнал. Например, сигнал на закрытие кисти. А другой сигнал будет на открытие кисти. И это биоэлектрическое управление протезом. Понятие бионического протеза пришло, когда начали раскручивать высокотехнологичное и дорогостоящее протезирование. Термин бионика образован из названий двух дисциплин – биологии и электроники. Использовать его начали где-то во второй половине XX века. Но о том, что живые организмы и электричество связаны напрямую, человечество начало догадываться раньше. Природа и электричество ученые плотно заинтересовались в XVIII веке. Поэтому, когда итальянский физиолог Луиджи Гальвани в 1780-х годах в своей лаборатории препарировал лягушек, не было ничего удивительного в том, что он делал это на столе, где стояла электрическая машина. Мы уже рассказывали про Гальвани в выпуске, посвященном истории слуховых протезов. Но я чуть-чуть напомню. В какой-то момент опыта помощник Гальвани коснулся бедренного нерва лягушки скальпелем и увидел судорогу. Мышцы сократились, как будто амфибия ожила. Это было странно и удивительно. И следующие 20 лет Гальвани посвятил исследованию этого феномена. Сначала он грешил на электрическую машину, которая якобы стала причиной сокращения мышц лягушки. Но дальнейшие опыты показали, что судороги в лапке возникали и без источника тока поблизости. Сначала Гальвани проводил аналогичные опыты на свежем воздухе в грозу, а потом в ясную погоду. И всякий раз лапка лягушки, оказавшись между двумя металлами, сокращалась. Гальвани пришел к выводу, что во всех организмах присутствует некое животное электричество, которое протекает внутри нервов и мышц. Будучи в первую очередь врачом, Гальвани видел в животном электричестве жизненную силу, прямо как кровь, циркулирующую по сосудам. Он даже предположил, что научившись обновлять электричество в организме, люди поймут, как не стареть и, возможно, даже жить вечно. Идея Гальвани о животном электричестве быстро захватила умы его современников. В 1818 году химик Эдвард Юр даже попытался воскресить человека с помощью электричества. Эксперимент проходил в университете Глазго. В анатомический театр доставили тело преступника, казненного за убийство. Юр обескровил тело и подключил к позвоночнику источник тока. Эксперимент получился жутким. Тело сгибало и разгибало ноги, корчило гримасы и вело себя как живое. Впрочем, преступник так и не воскрес. Зато под влиянием этих идей появился один из самых узнаваемых монстров современности. Гальванизмом вдохновлялась английская писательница Мэри Шелли, которая придумала историю о докторе Франкенштейне и его монстре. Тот был составлен из множества частей и ожил, когда через него пустили мощный разряд тока. Конечно, идеи об оживлении электричеством так и остались фантастикой. Выводы Гальвании еще в XVIII веке опроверг физик Алессандро Вольта. Он указал на то, что ток в лапе лягушки возник не из-за некого внутреннего источника энергии, а из-за того, что она была зажата между цинковым столом и медным скальпелем. Но Гальвания от теории животного электричества не отказался. В следующих своих экспериментах он показал, что мышцы мертвой лягушки сокращаются, даже если прикасаться к нерву, стеклянным, а не металлическим крючком. И как мы знаем сегодня, Гальвания все же был прав. Это доказали уже исследователи XIX-XX века. В организме постоянно происходят электрические явления. Внутри наших клеток и в межклеточной жидкости содержатся заряженные частицы – ионы калия и натрия. Из-за разницы потенциалов ионов возникают маленькие токи, то есть направленное движение заряженных частиц. Сегодня мы знаем, что сокращению мышцы всегда предшествует электрический сигнал. Это и есть научная основа идеи совместить биологию и электронику, благодаря которой мы имеем бионические протезы. Первые разработки протезов, работающих за счет считывания электрического потенциала мышц, начались в середине XX века. Самую первую такую кисть создал в начале 40-х студент физик Мюнхенского университета Рейнольд Райтер. Правда, его разработка осталась незамеченной из-за событий Второй мировой. А вот в 1960 году появилась бионическая рука, которую стали широко использовать в клинической практике. Ее разработали советские ученые, инженер Арон Кобринский и биолог Яков Славутский. На их модифицированной технологии сегодня работают массовые бионические протезы. Их еще называют миоэлектрические. Миос – это мышцы на древнегреческом. Давайте на примере искусственной кисти разберем, как они устроены. Бионическая кисть крепится к предплечью с помощью так называемой культиприемной гильзы. Ее изготавливают под конкретного человека, делая слепок культи. Гильза содержит миоэлектрические датчики. Они считывают электрический потенциал мышцы и передают информацию о сокращениях электронному микропроцессору. Процессор считывает информацию, обрабатывает ее и передает команду руке. По сути, это просто сокращение мышц. А это снова Константин Дебликов, с историей которого начался этот выпуск. То есть мышца напрягается, электрод это считывает, и протез совершает действие. Два варианта напряжения у тебя есть. Электроды, они прикрепляются к двум мышцам. С одной и с другой стороны предплечья. Когда я напрягаю мышцу с внешней стороны предплечья, то кисть раскрывается. Когда я напрягаю мышцу с внутренней стороны предплечья, кисть закрывается. Бионический протез тоже не может повторить всех движений живой человеческой кисти. Зато он хорошо справляется с захватом и удержанием предметов, поскольку позволяет сжимать пальцы в кулак или щепок. Бионические протезы, они бывают двух типов. Они бывают однохватные, которые только в один вариант схвата рука сжимается. Я пользуюсь именно такими. Я считаю, что это удобнее намного, чем иметь второй вариант протезов. Это многосхватные, или еще их называют высокофункциональные протезы. Такие в моей коллекции тоже есть, но я убедился, что в большом количестве хватов нет на самом деле необходимости. И современные последние протезы могут до 30 разных вариантов жестов показывать. То есть ты можешь эти жесты переключать в зависимости от протеза, либо тоже при помощи определенных мышечных сигналов, подавая каким-то определенным образом, сокращая две мышцы сразу, или как-то очень резко, отрывисто сокращая одну из них. Но неважно, как запрограммирован протез. Либо переключаешь эти жесты через мобильное приложение, еще какими-то вариантами, кнопками на самом протезе и так далее. В протезах рук сложные кисти сложно управляются. И в этом смысле очень много людей, которые выбирают простые конструкции, надежные конструкции, которые управляются легко, непринужденно и интуитивно, что самое важное. То есть они не требуют внимания, сосредоточенности для того, чтобы управлять. Как правило, сложные бионические кисти отнимают очень много внимания от пользователя. И люди, которые пользуются двумя протезами, они в основном пользуются протезами более простыми. Но что, если мышц в конечности ампутанта не осталось? Например, если рука отрезана на уровне плеча. В 2001 году американский электромонтер Джесси Салливан коснулся оголенного провода и полностью потерял обе руки. Как раз вплоть до плечевых суставов. Меоэлектрический протез ему было попросту не на что устанавливать. Мышцы не сохранились. Тогда на помощь Салливану пришли врачи из Чикагского реабилитационного института. Вот что про это рассказывает доктор Тодд Куикин. Техника, которую мы разработали, называется целенаправленная реиннервация. Даже если вы потеряли руку, нервы, которые к ней ведут, все еще остались в вашем организме. Просто они больше не связаны с вашими мышцами и кожей. И именно нервы содержат всю необходимую вам информацию. Но как нам получить эту информацию? Подход, который мы используем, заключается в том, чтобы взять эти нервы и перенести их в другие мышцы и кожу. Салливану пересадили сохранившиеся здоровые нервные окончания из плеча на поверхность грудной мышцы. Когда нервы прижились, к мышце прикрепили электроды. Они улавливали изменения ее электрического потенциала. Вот только мышца теперь была пронизана нервами руки, и сигнал шел по проводам к протезам рук и передавал им соответствующую команду. Так Салливан стал первым человеком, который смог использовать протезы с помощью мышечной реинервации. Эта технология позволяет шевелить конечностью естественно. Ты думаешь о том, чтобы закрыть кисть, и она тут же закрывается. А еще Джесси может одновременно пошевелить локтем и сжать кисть. То есть эта технология дает ему одновременный контроль над двумя движениями. На видео, в котором врачи рассказывают об этой операции, кажется, что Салливан не испытывает никаких трудностей при взаимодействии с искусственными руками. Он легко поднимает и опускает их, совершает сложные манипуляции с предметами и красит ограду вокруг своего дома. Но при этом его протезы не похожи на современное компактное устройство. Это целая конструкция со множеством проводов и датчиков, которые подсоединяют к торсу. И хотя спротезирование Салливана прошло уже 20 лет, подобные технологии все еще недоступны на рынке. Но абианические руки, которые достаются большинству пациентов, по-прежнему не назовешь полноценной заменой конечности. Это лишь инструмент для совершения ограниченного числа манипуляций. Большинство современных протезов кистей умеют выполнять только две команды сжатие и разжатие кулака. Почему нет более сложных команд? Да потому что нет обратной связи от протеза. Для того, чтобы более сложно, интуитивно, без контроля зрения управлять протезом, нужно понимать, в каком положении находится терминальное устройство. Нужно иметь осязание. Нужно получать от протеза обратную связь. Закройте глаза, вы же чувствуете, у вас мышцы предплечья расслаблены или напряжены. В каком положении кисть вы понимаете, а в каком положении искусственная кисть вы не понимаете без контроля зрения. За контроль положения руки в пространстве отвечает проприоцепция, чувство, которое позволяет оценивать положение части тела в пространстве. Мышцы не только приводят до движения конечностей, но и посылают в мозг сигналы об этом, чтобы вы могли быть уверены, ваши руки не вытворяют не весь что, пока вы на них не смотрите. И протезы, которые есть на рынке, этого пока что не умеют. нужно все время думать о том, как ты взаимодействуешь с миром. Вот меня все время спрашивают, а ты привык, ну как ты, ты уже все привык, наверное, ну ты уже все делаешь, наверное, не особо сильно задумываясь. Я считаю, что привыкнуть к бионическим протезам нельзя, потому что каждая новая вещь будет требовать от тебя какого-то умственного напряжения, как именно с ней нужно контактировать, если у тебя протезы. Если мне протягивают стакан, я оцениваю, насколько он широкий. Могу ли я взять его в одну руку одним протезом? Или мне нужно два протеза для того, чтобы взять этот стакан? И так далее. Поэтому у протезов как бы и нет мышечной памяти, он не может сделать что-то на автомате. То есть ты обычно всегда вовлечен прям активно, мыслительно в процесс взаимодействия с миром руками. То есть бионическая рука может, например, вполне уверенно держать смартфон. Но при этом абсолютное большинство бионических протезов не заточено под взаимодействие с сенсорным экраном. Дело в том, что сенсорный экран реагирует на электрический ток, который проходит через тело человека. Когда кожа касается тачскрина, происходит замыкание, которое считывается экраном и переводится в сигнал. У поверхности протеза такого нет. Константин тоже столкнулся с такой проблемой и очень изящно решил ее. Мы засунули под перчатку протеза фольгу с медной проволокой и один из ее кончиков пропустили под перчаткой и сделали дырочку в мизинце протеза и там эта медная проволока выходит наружу, она обматывается вокруг пальца, обматывается токопроводящей тканью, сверху надевается токопроводящий такой напалечник и все. И вот такая конструкция позволяет мне одним пальцем тыкать в сенсорные экраны, пользоваться телефоном, сделать заказы на кассах и так далее. То есть эта штука мне реально помогает жить. По похожему принципу работают некоторые перчатки для сенсоров. Там кончики пальцев сделаны из материала с хорошей электропроводностью. Например, люрекса. Еще одна причина, которая мешает бионическим протезам стать полноценной заменой руки их хрупкость. Поэтому, например, их проблематично использовать в спорте. Можно, конечно, отважиться и носить там бионический протез в спортзал и многие, опять же, производители протезов пытаются делать ролики, в которых человек ходит и с своим бионическим протезом, который стоит 5 миллионов рублей и текает штангу в спортзале. Но, скорее всего, конечно же, когда человек реально придет протезироваться, ему скажут, ну, ты не подвергай лучше ее постоянным таким тяжелым нагрузкам, потому что, ну, там техника, сервоприводы, всякие микроконтроллеры, в общем, поломается, потом долго чинить и дорого. Поэтому для разных задач хороши разные протезы. Если мы говорим про какие-то задачи, требующие тяжелого какого-то физического труда или усилия, например, там, работа в спортзале, то для этого точно нужно иметь отдельные протезы, как вот у меня, например, у меня две пары протезов для спортзала. Одни мне позволяют там, жать штангу лежа и вообще работать с весом, там, толкая его от себя. Вторые протезы позволяют мне работать с весом, притягивая его к себе, там, подтягиваться, я не знаю, там, становая тяга и так далее, присед со штангой, в общем, вот такие вещи. Для современного пользователя протезов более-менее нормально иметь коллекцию разных искусственных конечностей для разных целей. Не все они будут бионическими. У человека могут быть косметические протезы для фотосессий, специальные для занятия спортом и третий для повседневной жизни. Такая коллекция есть и у Константина. Я не считал, на самом деле, сколько у меня протезов. Я их делаю просто как будто бы постоянно, то есть есть много разных ребят, которые откликаются, и мы с ними как-то сотрудничаем, и они мне изготавливают какие-нибудь интересные штуки. Это как бы часть моей деятельности во многом. Так что да, протезов у меня много. А еще у меня есть протезы для игры на барабанах, это отдельные протезы, которые позволяют фиксировать барабанные палочки таким образом, чтобы был отскок, потому что отскок важен в игре на барабанах. Ну, как-то так. Не знаю, протезов очень много, я их не считал, у меня шкаф забит один имя под завязку. Но все-таки, как же все эти новости про вживление чипов в мозг? Или хотя бы про протезы, подключенные непосредственно к нервам? А искусственная кожа, которая позволяет пользователю протезов испытывать тактильные ощущения? Все это действительно существующие разработки, но пока они не выходят за пределы лаборатории. То есть, я не говорю, что в принципе эта работа не ведется, она ведется, но работа по вживлению датчиков это такая всегда экспериментальная и всегда научная работа. Пока. То есть, ее в общие массы пока не запустили. И да, протезы в 99% случаев управляются двумя датчиками, датчиком открытия и датчиком закрытия. И в этом смысле это абсолютно архаичная система управления. Почему не предложена новая система? Потому что новая система должна быть безошибочна. Пока на данный момент безошибочна двухдатчиковая система. И она дает все равно ложные срабатывания. Но она такая относительно безошибочная. Полностью безошибочная система управления вообще у тягового протеза. Вы тягу натянули, у вас протез открылся или закрылся. Вы тягу расслабили, у вас он совершил какое-то действие. Это безошибочная система. Протез не сработает сам, пока вы тягу не натянете. Поэтому да, для того, чтобы перейти принципиально к новому этапу развития протезирования, мы должны усложнить именно систему управления, сделать её безошибочной, сделать её интуитивной, понятной, чтобы буквально за один день человека можно было обучить пользоваться тем или иным протезом. Но пока альтернативы миографическим датчикам, которые либо накожно, либо инвазивно считывают мышечный сигнал, я не вижу. Под конец стоит сказать про ещё одну гигантскую проблему бионических протезов. Это их доступность. Среди всех людей в мире, нуждающихся в протезировании, пользователей бионических протезов лишь 10%. В России цена на бионические кисти начинается от 400 тысяч рублей. И это самая низкая планка. Бионическая нога обойдётся уже минимум в миллион. И чем сложнее современнее протез, тем больше он будет стоить. При этом у любого бионического протеза есть срок годности. Его надо менять раз в несколько лет. Такого вы ещё не видели. Реалити-шоу, в котором все участники люди, потерявшие конечности. Они отправятся на вертикальные лестницы, где должны будут пройти неожиданные испытания, сразиться друг с другом и самими собой. Ведь только один, оказавшийся на вершине, сможет получить современный протез и начать новую жизнь. Этот ролик появился в феврале 2024 года и вызвал огромное возмущение в казахстанском интернете. В анонсе нового реалити-шоу под названием «Лестница» люди с ампутациями поднимались по вертикальным лестницам, преодолевая препятствия вроде гигантских маятников, которые сбивали их вниз. Правда, позже выяснилось, что никакого реалити не будет. Это социальная реклама. Ее запустил благотворительный фонд «Альтаир», чтобы привлечь внимание к проблеме доступности протезов. При этом, например, в России теоретически получить бионический протез можно бесплатно, за счет средств федерального бюджета. По крайней мере, так написано в законе. На деле все обстоит сложнее. В 2014 году Константин получил свои первые протезы благодаря сбору денег, которые для него организовали коллеги. Но когда пришло время менять протез, и он решил сделать это за счет государства, с трудностями? Ну, вот у меня получается протезироваться за счет Воронежского отделения социального фонда, хотя, опять же, не без проблем. То есть, иногда мне приходится писать в прокуратуру заявление, если они бездействуют долго. Иногда мне нужно ходить на приемы к руководителям, замруководителям социального фонда и так далее. То есть, активно отстаивать свои права. Вообще, у нас как бы весь принцип оказания услуг таких социальных населению, он у нас заявительный. Если человек не заявит о том, что ему нужен протез, и потом не проконтролирует вообще весь этот процесс, как работает система, то очень легко ничего не произойдет. Шанс того, что все пройдет гладко, и вам в установленные законом сроки выдадут протез, как показывает практика, не очень велики. И именно поэтому я на свои первые протезы мы собирали деньги в интернете, и вообще многие люди так делают. Первичное протезирование оплачивают себе самостоятельно, потому что потом уже, после того, как ты там получил свой протез, можно выдохнуть с холодной головой уже потихоньку во все эти дебри взаимодействия с государством влезть и узнать, как это работает. Ну и еще. Даже несмотря на то, что пользователь протезов может работать, заниматься спортом и обслуживать себя в быту, он ограничен в правах. И в России это заметно особенно сильно. Когда тебе вручают свидетельство об инвалидности, никто тебе не дает бумажку, на которой написано, в каких правах ты теперь поражен. А этих прав на самом деле довольно-таки много. Я не имею права быть допущенным к управлению автомобилем, причем люди с моей травмой и люди с куда более серьезными заболеваниями и травмами США, Великобритании, в Канаде отлично водят автомобили, и никто, собственно, не против этого. Я не имею права быть донором, я не имею права усыновить ребенка. То есть там можно эту как-то тему обойти, то есть там на мою жену ее сделать официальным там опекуном или как там это называется, а я буду просто рядом. Но все равно как бы почему нет? Я понимаю, что давать ребенка, которого нужно пеленать человеку без рук, это странная идея, но мы же не говорим про там про вариант там усыновления только младенцев, там почему я не могу там 10-летнего ребенка у себя поселить дома и заботиться о нем, там если я могу его обеспечить. В общем, много есть подобных ситуаций, в которых я наверняка там буду ущемлен каким-то образом. Как вы поняли, технологичность и удобство протезов пока что часто конкурируют друг с другом. И логично, что человек, которому приходится жить без конечностей, предпочитает навороченный киберруке, простой, но хорошо спроектированный протез, который пусть умеет только брать предмет и класть его на место, но делает это безошибочно. И все же путь, который прошло человечество от крюка до кисти, которая способна поднять иголку и удержать ее, впечатляет. Я верю, что когда-нибудь ученые не просто изобретут, но и сделают доступной для любого человека искусственную руку, которая ни в чем не уступает настоящей. Надеюсь, мы будем еще живы, чтобы это увидеть. А сейчас, пока вы не выключили наушники, я хочу поделиться с вами моей личной рекомендацией. Мои друзья организовали клевый сервис, который помогает пациентам определиться с дорожной картой по диагностике, лечению и реабилитации, где бы они ни жили. Называется он «Симптомата» и полезен он в первую очередь людям, которые не живут в столицах, где качественная медицинская помощь доступна круглосуточно, или которые оказались сейчас рассеяны по свету. Я на своем опыте понял, как непросто адаптироваться к незнакомой системе здравоохранения и в первую очередь к низкой доступности врачей, приема у которых ждешь иногда месяцами. Пока человек ждет и не получает помощи, тревога растет, ухудшая изначальную проблему. И врачи «Симптомата» эту тревогу снимают. Они подсказывают, как и куда лучше обратиться, какая из проблем в приоритете, как говорить с локальным врачом и как выполнять его рекомендации. Многих врачей, которые работают «Симптомата», я знаю лично и доверяю им больше, чем себе. Это был подкаст «Почему мы еще живы» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с авторкой сценария Полиной Гарцевой, редакторкой Леной Чесноковой, медицинским редактором Полиной Жакаренцевой, продюсерками Машей Агличевой и Ликой Кремер, звукорежиссерами Юрием Шустицким и Лешей Воробьевым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова